Миллиарды звёзд рассеяны по Вселенной. Но одна из них, та, что находится в центре нашей планетной системы, имеет особое значение для людей на Земле. Солнце образовалось около 4,5 миллиардов лет назад в рукаве Ориона Млечного Пути. Оно родилось в результате коллапса облака газа и пыли. В сердцевине этой газовой пылевой туманности вещество превратилось в горячий плазменный шар, который и стал нашим Солнцем. Этот огромный природный термоядерный реактор, обладающий колоссальным гравитационным притяжением и обширным магнитным полем, в последующем стал центром нашей планетной системы. Солнце можно разделить на 6 слоёв. Корона, хромосфера, фотосфера, конвективная зона, зону лучистого переноса и ядро. Солнце примерно на 91% состоит из водорода, топлива для термоядерных реакций, на 8,9% из гелия и на 0,1% из более тяжёлых химических элементов, таких как углерод и азот. Из-за экстремально высоких температур, вещество, из которого состоит Солнце, находится в агрегатном состоянии, называемом плазмой. В условиях высокой температуры ядра, достигающей по крайней мере 15 миллионов градусов Цельсия и гигантского давления, молекулы водорода сливаются, образуя гелий. Указанная реакция термоядерного синтеза высвобождает огромное количество энергии в виде радиационного излучения, электрических токов и солнечного ветра, потока ионизированных частиц. Мы же на Земле в результате получаем от Солнца свет, тепло и жизнь. Стабильность в Солнечной системе возможна благодаря гравитации Солнца. Размеры массы нашей центральной звезды позволяют ей удерживать планеты на их орбитах. Солнце является самым большим и самым массивным объектом в Солнечной системе. Его диаметр превышает земной более чем в 100 раз. Теоретически объёма Солнца хватило бы, чтобы 600 раз уместить все 8 планет нашей системы. Доля нашей центральной звезды в массе всей Солнечной системы приблизительно 99,8%. Именно поэтому Солнце сильно искривляет пространство вокруг себя, создавая гравитационную силу и притягивая близко расположенные тела. Это гравитационное притяжение позволяет Солнцу удерживать восемь планет с их многочисленными естественными спутниками, десятки карликовых планет и бесчисленное множество комет и астероидов. Без Солнечной гравитации все эти небесные тела будут дрейфовать в глубоком космосе. Другим важным свойством Солнца является наличие у него магнитного поля, пронизывающего всю Солнечную систему. Это силовое поле защищает планеты от вредоносных космических лучей и создаёт область в пространстве, называемую гелиосферой. Возникновение магнитного поля связано с движением солнечной плазмы и переносом электрически заряженных частиц к солнечным полюсам. Этот процесс превращает Солнце в гигантский магнит. Хотя магнитное поле Солнца невозможно увидеть невооружённым глазом, его эффекты заметны. На поверхности Солнца находятся тёмные области, называемые солнечными пятнами, которые отмечают мощные очаги магнетизма. На Земле и на некоторых других планетах солнечное магнитное поле взаимодействует с атмосферой, что приводит к красивым полярным сияниям. Несмотря на свои размеры и мощь, Солнце не будет существовать вечно. Примерно через шесть с половиной миллиардов лет оно исчерпает своё водородное топливо, увеличится в размерах, поглотив Меркурий, Венеру и даже Землю, а затем коллапсирует, сожмётся в маленькую звезду, известную как Белый Карлик. А пока Солнце продолжит играть важную роль в планетной системе, названной в его честь. Магнитное поле Солнца, его колоссальное гравитационное притяжение и способность генерировать огромное количество энергии защитят нас и обеспечат существование нашей Солнечной системы. Магнитное поле Солнце Магнитное поле Солнце